МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разгерметизация резервуара с бромом и выделением жёлтого дыма. Пострадавших нет, течь устранена, канализация с территории завода перекрыта, угрозы распространения нет, на месте развернут оперативный штаб. Производятся замеры воздуха, предельно допустимая концентрация не превышена, последствия неисправности ликвидированы. Апелляционная инстанция Тверского областного суда изменила меру пресечения заместителю начальника главного управления МЧС России по Тверской области Денису Евсееву. Как мы уже сообщали решением Московского районного суда, мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена 26 марта ещё на один месяц. Денис Евсеев был задержан ранним утром 28 января по подозрению в получении взятки. Задержанию предшествовала оперативно-розыскная работа сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тверской области. В тот же день задержали начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Дениса Никитина и старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району регионального управления МЧС Максима Мартынова. Апелляционная жалоба от адвоката Никитина будет рассмотрена в областном суде 15 апреля. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Апелляционная инстанция смягчила Евсееву меры пресечения, заменив содержание под стражей на домашний арест. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тверской области совместно со специалистами Конаковского отдела полиции задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в производстве хранения в целях сбыта и реализации немаркированной табачной продукции. Полицейские установили, что мужчина незаконно производил и реализовывал табачную продукцию по Конаковским кафе. В ходе обысков полицейские изъяли 978 емкостей с табаком, оборудование для производства, весы и ароматизаторы. Общий объем составил почти 100 килограммов. Сумма дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, превысила 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...